Организация модного показа «Глазами моделей» состоит из кастингов, прогонов и примерок. А как на самом деле все происходит, рассказывает непосредственная участница этого процесса по совместительству журналист «Бьюти Тайм» Элина Ахмедшина. Мы с вами находимся в очень секретном месте. Это заброшенный таксопарк и одновременно площадка для Long Fashion Weekend 2017. Напомню вам, что я решила принять участие в этом показе в качестве модели. И сегодня пройдет первая репетиция. Я очень волнуюсь. Поднялся, посмотрим, как это выглядит. Никто не поднимает пальцы. Как у нас работают логики? Девочки ноги ставят на одну линию. Будем работать десятками. В принципе, в дефиле, в модельной походке ничего сложного нет. Главное – чувствовать себя на подиуме очень уверенно, распрямить плечи, втянуть живот. Ну и немножечко высокомерного взгляда. Есть у дефиле основа, которую должны знать все модели, которая позволяет им правильно держать корпус, правильно двигаться. Все остальное достигается постановкой, и она может меняться в зависимости от недвенции. Поскольку моделей задействовано очень много, и часть из них заканчивали разные модельные школы по-разному работают. Моя задача на сегодня, по крайней мере, сделать так, чтобы они двигались одинаково. То есть они умели делать определенные остановки, чтобы упростить постановку по дизайнерам уже в последующие дни. А если, например, с моделью что-то случилось, и она всем забыла, что ты ей говорила, что хотя бы главное, нужно хотя бы одну запомнить, что совсем проваленные сегодня были. Нельзя ходить с кривой спиной, нельзя кивать головой, нужно держать взгляд. И если ты совсем все забыла и идешь не туда, надо улыбаться. Только когда и падают модели, они тоже улыбаются, это нормально. Ситуация бывает всякая. Дизайнерская обувь бывает иногда очень сложная. Но у нас репетиции построены таким образом, чтобы такого не происходило. Прошла моя первая репетиция для модного показа, модного дефиле. Я, на самом деле, могу сказать, в жизни я много сытуюсь, мало контролирую свою осанку. Но сегодня мне приходилось очень сильно себя напрягать, чтобы держать ее очень ровно. Но через какое-то время я привыкла, и к концу репетиции я могу сказать, что мое тело привыкло бы в таком положении. Мне невероятно комфортно, легко дышится. В общем, самые крутые и положительные впечатления. Но теперь я жду следующих репетиций и самого лангфэшн-викенд с нетерпением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!